добрый день дорогие мои друзья вы меня попросили чтобы я показала платье моделирование платье вот такого вот технического вот такую вот такое платье посмотрите как оно выглядит полочка спинка достаточно большой вырез вот здесь вот вырез вот такой вот фигурный здесь защипы которые идут вот сюда по линии груди проходит кокетка как бы мы ее назвали вот здесь центр груди у нас так дальше эти линии идут вот сюда вот сюда вот сюда это все фигурные линии такие подрезы к кокетке рельефы полурельефы как угодно назвать и вот такие вот линии идут из бокового шва и так мы начинаем спинки у нас представлена не было но так как в спинке представлена не было мы вынуждены ее домысливать и до мысли в эту спинку понятно что там она они переходят вот в такие живут по бокам фигурные рельефы и я предположила что там у нас обязательно должен быть средний шов потому что в него надо вставить молнию такое платье будет хорошо с нулевыми прибавками и конечно талии вытачки спрятать вот какие-то вот такие вот полурельефы тоже своего рода и так у нас с вами есть база я взяла вот такую базу и вот такую базу достроила определенной длины талиевая вытачка спереди талиевая вытачка у нас сзади все вот она у нас есть давайте кладем ее перед собой но с чего надо начать я начала работать с полочкой давайте мы также с вами начнем работать с полочкой у нас есть вырез груди вырез фигурный вырез поэтому в первую очередь я думаю нужно нарисовать этот самый вырез понятно выбираем место на себе измеряя вот это вот расстояние до это вырез я вот таким его сделала и на 3 сантиметра ширина этого вот выреза здесь я предположила 3 сантиметра значит вот сюда я отложила полтора сантиметра и провела вот эту вот вертикаль наверх тоже 3 сантиметра и отсюда до сюда до до сих пор я должна оформить вырез горловины но он у меня проходит через открытую вытачку я естественно этого сделать пока не могу поэтому я оставил этот вопрос открытой дальше мы стараемся на свою базу нанести все фасонные линии какие только есть у нас на нашем техническом эскизе вот так вот я его закрыла так вам будет понятнее да и работаю вот с этой вот правой половинкой то есть у нас есть вот эта часть выточка у меня по вернее защипа у меня пойдет один вот из этой точки второй вот из этой точки пойдет но после того как будет закрыто вот это все дальше что плечико я немножко удлинила видите и пройму вот так переоформила вот эта линия вот эта линия она идет у меня через нагрузную через вершину нагрудной вытачки я ее нарисовала дальше вот эта линия у нас идет и упирается вот в эту линию поэтому смотрим от линии талии вот у нас линия талии от линии талии нарисовали нижний рельеф и продлили вот это все вот сюда давайте я буду рисовать нарисовала вот так вот нижней и продлила вот это все вот сюда так ну что еще мы уже нарисовали мы уже нарисовали вот эту часть с вами вот эту часть вот эту часть она не меняется нарисовали вот эту линию потом нарисовали вот эту и вот эту дальше можем скопировать вот эту историю наверху дальше я понимаю что одна у меня выходит из вот этой точки одна линия вторая у меня выходит сантиметра на 2 на 3 ниже вот из этой точки рисуем вот такую вторую линию на вытачки пока внимание обращаем тут самое трудное спрятаться вот от этих вытачек убрать их куда-то потому что их по факту нигде нет потом смотрим вот на эти расстояния я взяла тут тоже сантиметра три с половинкой оформила вот эту линию три с половинкой вот эта линия три с половинкой вот эта линия да как я еще распределила куда привести мне вот эту линию посмотрите глядя на рисунок мы можем сказать вот если по бедрам вот так посмотрим пропорции до 1 3 1 3 и 1 3 значит примерно так я и выбрала это расстояние вот наши бедра они у меня ну скажем 30 значит примерно 10 сантиметров здесь и 20 сантиметров здесь так у меня появилась вот эта точка и так у меня появилась вот эта первая линия то есть считаем пропорции читаем пропорции все время читаем пропорции вот так лежит у нас закрыта половинка но дальше дальше мы их просто продолжаем я расширила соответственно модели боковой шов расклешила вот так да потом раз два три должен быть ритм значит первую линию я смотрю что она у меня к центру вот так вот сужается глядя на картинку я его так нарисовала а эту эту и вот эту точку я выбрала уже соответственно с учетом ритма то есть разделила вот этот участок на четыре равные части примерно равные я не говорю что это надо делать прямо сантиметр сантиметр и соединила соответственно вот эти точки вот так у меня нарисована передняя половинка точно так же я работаю задней половинкой во первых я предположила что у меня будет плечо вот такое значит я отсюда сюда эту же мерочку откладываю я удлинила здесь на полтора сантиметра удлиняю здесь на полтора сантиметра и соответственно переоформляю вот так вот пройму затем я вижу что у меня уголочек уголочком вырез я могу вырезать вот эту линию затем у меня вытачка а средний шов по спинке чтобы замочек если средний шов по спинке что был замочек значит мы соответственно полтора сантиметра забираем средний шов спинки эту вытачку немножко уменьшаем на эту величину и оформляем ее вот таким вот образом верхушечку немножко слегка наклоняем и я думаю что вот эта вытачка у нас как раз останется на своем месте так так затем это остается у нас неизменно читаю вот эту точку определяю здесь читаю эту определяю здесь и таким образом выбрала вот эти точки затем точно так же вот это разделила на три части примерно две трети взяла сюда внутри взяла сюда и нарисовала вот эти линии чтобы примерно они были на одинаковом расстоянии дальше точно так же повторила расширение к низу и скопировала с передней половинки вот этот рельеф ну а дальше опять примерно разделила на равные части у меня кстати не очень равные они получились но вы можете поточнее это все сделать и нарисовали вот эти вот фасонные линии какие мы хотим видеть здесь понятно что вот каждый из этих линий они будут у нас раскрешаться вот эти наши но это самое простое что можно сделать самое трудное это борьба вот с этой вытачкой с одной только талиевой вытачкой сейчас именно на этом мы с вами и сосредоточимся давайте сначала разберемся вот с этой вытачкой с нагрудной чтобы ее не было я буду просто вырезать так так это я вырезала горловинку так ну что мне мне удобно вырезать только до линии только до линии вот до этой вытачки вырезали здесь вырезали здесь вырезали здесь вот такая картина получилась мы закрываем эту вытачку и открываем ее после этого мы можем нарисовать вырез верхнюю точку соединяем вот так вырезаем горловинку вырезали горловинку теперь смотрим давайте мы ее сразу закончим потому что нам надо еще на ней сделать защиту посмотрите какие защипы у нас идут вот от этой точки один защип смотрит куда-то вот сюда второй куда-то вот сюда поэтому берем линеечку и так и рисуем один прямой защип делайте и второй повторяет как бы эту историю смотрит вот сюда после того как вот это сделали мы должны развести эти защипчики не дорезаем один миллиметр не дорезаем один миллиметр и раскрываем наши защипы на нужную нам величину я бы раскрыла сантиметра на 3 не больше чтобы лишней толщины вот здесь вот впереди у нас не было сейчас мы это зафиксируем вот и на этом варианте мы пока с вами лиф у нас готов вот этот лиф видите какой он этот лиф у нас готов то есть появились вот такие вот у нас защипы которые идут наверх отложим его в сторону и начинаем работать продолжать работу вот с этой деталью и так работаем с нашей вытачкой работаем с вытачкой смотрите нам удобно чтобы вершина этой вытачки сейчас доходила до самого среза я так и сделаю то есть доведу ее до среза это первое второе нам удобно чтобы вот эта вершина внизу доходила вот до этого рельефа тогда нам легче будет от нее избавиться я выбрала две вот эти точки и рисую новую серединку вытачки нарисовали теперь раствор этой вытачки скажем 2 сантиметра сантиметр влево сантиметр вправо и рисуем новенькую вытачку 1 2 и вниз 3 и вот так вот 4 то есть я ее как бы немножко развернула чтобы она мне давала с собой работать ну давайте вырежем наше платьице до конца до конца здесь у нас очень все внизу просто будет проблем никаких нет самое интересное это наша вот эта вот вытачка теперь смотрите мне нужно отрезать вот эту деталь так вот эту деталь но она у меня проходит через открытую вытачку поэтому я эту вытачку сначала вот так вот сложу неудобно складывать если мне неудобно складывать я должна сделать дополнительный разрез смотрите по линии талии я делаю вот так дополнительный разрез сделала дополнительный разрез после этого вытачку могу сложить давайте мы до конца до талии дорежем вот так дорезали вытачку после этого складываем вот сложили эту вытачку и после того как мы ее сложили мы видим что вот эта линия немножко сломалась я ее поправлю и сделаю более ровненькой давайте черненьким карандашиком вот так вот и вот эта линия сломалась я тоже ее поправлю и сделаю ее более ровненькой можно можно отрезать вот эту вот верхнюю деталь я ее режу при закрытой вытачке все она у нас готова дальше 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 самое трудное это у нас вот этот узел будет вот эта деталь готова давайте походить по очереди значит здесь у меня удобно серединку отрезать потому что она не пересекает никаких вытачек у нас эта серединка у нас сходится вот так значит мы можем спокойно временный наш разрезик залепить вот залепили и наша серединка восстановилась я могу спокойно вырезать по этой линии так вот эта часть готова вот еще у нас осталось что здесь здесь тоже можно спокойно резать здесь никаких пересечений с вытачками нет на этом рельефе тоже нет 1 2 3 и вот такая вот у нас середина теперь я должна закрыть вот эту вытачку внизу одну сторону смыкаем и вторую вот так вот за схлопываем закрываем при закрытой вытачки вырезаем вот этот вот кусочек вырезали теперь осталось при закрытой вытачки нарисовать вот этот кусочек и он у нас будет получаться посмотрите трудно конечно вам сейчас это видеть сейчас вот сюда положим вот это мы соединили талию вытачка у нас закрыта сейчас осознанки это все зафиксирую обрежем вот эти уголочки тут появилась такая крошечная у нас вот так вот миллиметра полтора два щель конечно моя ошибка в том что я начала делать это все с такой вот мелкой истории вот так вот вытачки закрылись вытачки закрылись и вот эта линия тоже немножко изломалась поэтому я по закрытым вытачкам ее рисую вот так я рисую ее вот так вот так вот так и получается и только после этого я ее разрезаю и получилась вот такая вот картина ну вот дорогие друзья посмотрите что у нас получилось это у нас верхняя деталь кокетка как бы с двумя защипами вы их как вытачки сметаете они пришиваются у нас вот сюда но сначала они прикрепляются вот эта часть прикрепляются к этой части конечно чтобы не загромождать свой рисунок я не наставила сюда контрольных точек но вы видите что достаточно сложное у нас сегодня платье поэтому чем больше и сложные линии контрольных точек вы поставите тем будет лучше прежде чем вот так вот все разрезать здесь я вот в этом вот этот самый неприятный узел но мы его победили все равно вытачки в него спрятали хорошо будет все ну и конечно в каждом рельефе ведь я добавила раскрешение расширение сантиметров ну тут на 6 наверное сюда сюда с каждого участка везде со стороны 6 сантиметров спинка она более простая то есть там тоже каждую деталь каждый рельефчик мы в каждом рельефе добавляем вот эти расширения раскрешения и боковая часть вот эта часть спинки она у нас вот она и боковая часть полочки она у нас вот она мы тоже объединяем я полагаю что здесь шва никакого нет просто мы еще разводимся на такую хорошую фалду вот в этом месте в боковом месте бокового шва вот это боковой шов тут мы в одну точку их сводим да и добавляем вот эти вот расширения чтобы был такой ритм но надо ли расширение делать вот в этой части я посмотрела по картинке по фотографии там его не было но в жизни я бы добавила вот сюда тоже это же расширение чтобы у меня не заваливался вперед вот этот фалда не заваливалась вперед а чтобы она была ритмичной чтобы она была посерединке то есть вот в этом месте добавила бы и оформила бы это вот так вот так вот так вот так и на спинке соответственно прибавила бы сюда вот это расширение и оформила бы его вот так вот так но я постаралась выдержать то что мы с вами видим на картинке вот собственно говоря и все что мне хотелось вам рассказать по поводу вот этого очень сложного на первый взгляд платья то есть в самом начале вам надо очень аккуратно и допотопно дотошно нарисовать вот эти линии выдерживая все пропорции какие у нас были самое главное я вам постаралась рассказать всем удачи всегда ваша Галина Коломейко Галина Коломейко